Моя, моя, моя Да и снова мы Вся наша жизнь Вопросы и ответы Свободная птица Улетай Улетай Снова в синий Имя героя моей сегодняшней истории Известно большинству казахстанцев Лети, белые облака, крестная мать Эти песни в конце 90-х, начале 2000-х Были у всех на слуху И уверенно штурмовали отечественные хит-парады Казалось, любая композиция Выходившая из-под пера Парвиза Назарова В мгновение ока становится мега популярной Но лет пять назад певец внезапно исчез с музыкального олимпа Злые языки сразу заговорили Мол, Парвиз, что называется, исписался Вдохновение покинуло его И не способный создать ни строчки Он пребывает в глубокой депрессии Но наша программа тем и хороша Что позволяет узнать правду из первых уст Чем сегодня живет Парвиз Назаров О чем мечтает и какой сюрприз готовит для зрителей Правдивая и настоящая история артиста Прямо сейчас Друзья, сейчас мы находимся в гостях У Парвиза Назарова Постоянные обитатели фейсбука знают Что на своей странице он ведет рубрику Завтрак с Парвизом Назаровым Так вот, что он кушает на завтрак И что позволяет ему держать себя в форме Мы узнаем из первых уст Парвиз Всем привет, друзья Что вы сегодня готовите? Здравствуйте В общем-то завтраки у меня всегда такие вот Желтки очень калорийные И вот когда я начал худеть И начал заниматься еще фитнесом, бодибилдингом Я уже привык отделять эти белки И вот сейчас как-то уже Это получится у нас белковая яичница, правильно? Да, яичница из четырех белков С оливковым маслом Ну, Майя, ты не стой, садись Спасибо Обращайся, кстати, вот там очень вкусный шоколад От которого совершенно не толстеешь Поэтому ешь смело его Низкокалорийный шоколад Белковая яичница Такой рацион питания Парвиза не случайен Его друзья, коллеги по цеху Знакомые с ним более десяти лет Помнят его длинноволосым и тучным Тот Парвиз сказался даже взрослей Парвиза нынешнего Бесконечные застолья, большие кампании Отсутствие спортивных нагрузок Привели к тому, что певец начал терять форму Набирать вес, а это была уже реальная угроза Здоровью, творчеству, народной любви Парвиз, а как вы пришли ко всему этому? Помнится, вы действительно совершили большой прорыв И сильные изменения кардинальные произошли с вашей внешностью Вы весили 120 килограмм Это было, конечно, такое нелегкое время В плане ощущать, как себя я ощущал И даже застегиваясь, завязываясь шнурки Когда отдышка Поднимаешься на четвертый, пятый этаж Вот это и завеса И вот это, наверное, благодаря этому я начал заниматься Потому что до этого я очень... Мне нравилось пиво Я в пабы очень каждый день ходил И много пил У меня любимые сорта пива были Ну и ел, естественно, когда ты пьешь и ты ешь Это автоматически Вот И потом я начал изучать вот эти вот всевозможные диеты, книжки Вот что-то Сначала я начал ходить в зал А через 3-4 месяца я посмотрел, что-то ничего не происходит Почему? Что такое? Многие ведь люди тоже вроде как начинают худеть И добиваются определенных результатов Потом раз и возвращаются к исходному состоянию То есть не каждому еще дано вот этот путь Пройти и выдержать до конца Вы уже практически больше 15, 10 лет, 10, да? Вот вы, стройный Ну, как сказать Я не то, что я взял и похудел Я вообще изменил свое тело И у меня была цель, чтобы сняться вот с голым торсом Обнаженным в крипе И чтобы наши телезрители все увидели И порадовались И сказали Вот это да А произошло следующее Я это все сделал Я стал таким У меня бицепсы были И кубики, и все А это я сделал где-то года за 2-2,5 Может, 3 Вот так Была мощнейшая ротация И они настолько... Я остался в их памяти И в их сознании Вот эта крестная мать Вот белые облака Там в 90-х Что они подумали, что это не я Хотя там написано Порвись Назара То есть они вас не узнали? Не заметили меня Представляете? И когда я ходил в тренажерный И там какие-то возрасти женщины тоже занимаются И говорят О, это же Порвись Назара А я занимаюсь Да Причем они видят мою фигуру Я перед ней Ой, а мы же видели этот клип Это там вы приклеили себе голову Сделали эффекты А я качаюсь У меня все точно такая же фигура И я говорю Да, это эффекты все сделали А, мы так поняли, поняли, поняли То есть некоторые, кто увидел Подумали так Но в большинстве Они не заметили Потому что они подумали Что это другой человек Даже если вот они посмотрели Но как-то вот оно не вошло В их сознание Не обидно было? Конечно, обидно Столько работы было сделано Столько жертв Столько всего И в итоге это осталось Ту первую творческую неудачу Когда его труды не заметили И не оценили Порвись всерьез не воспринял Он начал получать удовольствие от спорта Ведь умение противостоять жизненным коллизиям Это заслуга не только здорового духа Но еще и здорового тела Уже много лет в зал он приходит Дважды в неделю И тренируется до седьмого пота Назаров никогда не говорит о своем возрасте Да и какая разница Если на вид ему Всегда не больше тридцати Сладкоголосый восточный мачо Так называли его в прессе И именно такое впечатление Производили на многих его песни Казалось бы Какие могут быть творческие застои В произведениях Главной темой которых Была и есть любовь Но хулит тот кто не чувствует Творческий застой Кризис Ситуация знакомая Многим талантливым людям Не миновала и моего героя Потеря вдохновения Отсутствие свежих мыслей и идей Апатия Все это признаки депрессии Спасти от которой смогла семья Именно они Самые близкие и дорогие Стали для артиста отдушиной Когда связь с не менее дорогими людьми Зрителями Каким-то образом была утрачена Парвиз выпускал клипы Снимался в кино Записал сразу два новых альбома Но они так и остались Неуслышанными Ну вот здесь у нас У меня студия Творческая мастерская Да такая вот Здесь у меня такой беспорядок Но как раз такой беспорядок Который мне нравится Здесь вот это Гисулины Всевозможные рисунки Вот Папа работал над музыками И приехал мама И Гисунисо Тима Из кинотатра Пожалуйста Из кинотатра Всевозможные, да И вот как раз я вижу Папа, я тебя люблю Я видела в одном из интервью С вашей супруги Али Она говорит тоже Парвиз не получил от этого альбома Ожидаемого эффекта Она говорила о том Что у вас даже была Некая вот такая депрессия В последнее время Уже депрессии у меня не возникает Потому что я понял Одну важную истину Нужно просто жить Наслаждаться каждым днем Не углубляться В всевозможные процессы Это как игра Вот это видеоклипы, песни Нельзя к этому относиться Очень уж прям серьезно Чаще говорить То, о чем мы с вами говорили И то, о чем у меня научила Младшая дочка Я тебя люблю И тогда не будет ни депрессии Ничего не будет Как это вы пережили? И что это было вообще? Ну вот тренажерный зал И вот я увлекся диетами Всевозможными Вот это мне и помогло Потому что у меня такой период Продолжался где-то Наверное Три-три с половиной Четыре года Общаться ни с кем не хотелось И вот Не хотелось даже создавать что-то Записывать Писать Придумывать И даже если хотелось И оно не придумывалось То есть был Такой вакуумный такой момент Когда Вот только Может быть это было специально Вот как бы в моей жизни Должно было это произойти Такой период возник Но зато я занялся Видите Своим здоровьем Своим Вот правильным образом жизни Знаете, что говорят Ваши злопыхатели? Вот Отец жены его вытащил Он его поднял Как только его не стало Порвись, сдулся Слышали о таких разговорах? Нет, я не слышал о таких разговорах Но даже если они есть Естественно, конечно Впервые Я появился Как бы Стал известен Широкому Широкой аудитории Это, конечно, благодаря Тамошей Там в 93-м году Мы выступали Но Вы знаете В Тамошей Я пел совершенно другие песни Чем планируете удивлять Все-таки своих слушателей В ближайшее время Обязательно будем удивлять Сейчас мы записываем Записали Точнее уже Первую песню Совместно с Ситорой Вот И у нас сразу две песни Выйдет в дуэте Одна называется Одна называется Урал Шиаке Мы уже Это Уже ее записали Дадите послушать Да, обязательно Включайте Сейчас я вот Припевчик вам поставлю Впервые У вас прозвучит Эта песня Вот Только, да Как вот Горячие пирожки Мы только ее записали Давайте Эксклюзив Для седьмого канала В общем-то Такая она У мальчики От которого Ушел Отец Но он переживает Он любит отца Отец любит его И вот Вот эти вот моменты Сейчас мы готовимся К съемкам клипа Такая лиричная А вторая А вторая Называется Алгажастар То есть Обе песни На казахском языке Я правильно понимаю? Обе песни На казахском языке Обязательно И Кстати Специально Вот для этого проекта Ситора Научилась Играть на дарбуке Занималась Целыми днями Несмотря на то Что у нее Маникюр Такой очень Приличный Ей сложно это делать Но она молодец Занимается Вот каждый день Приходит Мы играем вместе И мы уже Партии Перкуссии Прописали Я на своем Барабанчике Она на своем И там В середине Будет такое Соло Из наших барабанов Я вам поставлю Это соло Вы его Послушайте И оцените Всего доброго Вот я играю Ну и как вам? Ну прекрасно А Ситора где играет? А Ситора играла в начале А я не знаю В начале да Ну очень красиво Вообще это сложно? Ну это еще Нет не сложно Вот смотрите Вот костяшками да? Во Ну что да У вас есть талант к этому Есть талант Сразу чувствуется Поэтому я думаю Через недельку Если Позаниматься Будете играть Просто как Настоящие Мастера Легко относиться К неудачам Творческим ли Жизненным Это прерогатива Людей счастливых Ведь незыблемым Остается самое главное То что называют Тылом А тыл у Парвиза Основательный Любимая жена Дети Составляющие сегодня Все главные надежды И чаяния Семьи Назаровых Близкие Родные Которыми так богаты Казахские и таджикские семьи Они любят его Независимо от популярности Веса Настроения Или характера И это чувство любви Он ощущал с самого детства Несмотря на то Что родители Самого Парвиза Развелись Когда он был ребенком У него никогда Не возникало Чувства Недолюбленности Одиночества От этого Его уберегла бабушка В Душанбинском доме Который Рос маленький Парвиз А папу ему Заменил Дядя Парвиз А где супруга Где дети Откровенно говоря Мы все-таки Надеялись Застать вас всех вместе Супруга уехала по делам Дети в школе Вот Все занимаются Своими Делами Делами Да Даже когда их нет рядом Слова Парвиза Опять и опять Идут по кругу Алия Тимур Несо Гису Не расставались За то, что ты Сделал альбом Альбом Он назывался 33 Как раз Мне исполнилось 33 года Здесь тоже все Достаточно свежие Были песни Ну это вот Известная очень Песня Лети Тогда Да Здесь она есть Лети Крестной матери Нет, да? Крестной матери Здесь нет Белых облаков Тоже Здесь нет Ну обычно Все наверняка Спрашивают Это все-таки Песни ваши Такие визитные Карточки Крестная мать И белые облака Очень много Поклонников Да, да Очень много Но Одним нравится Одно Другим Совершенно другое Но С крестной Матерью Связано Интересно Вообще Со многими Песнями Знаете Такие Курьезные Моменты Расскажите Как-то Я выступал В казино В Астане И там Сцены Не было Ничего Не было Просто вот Такой сплошной Пол Люди играют Кто-то проигрывает Кто-то выигрывает У кого-то плохое Настроение У кого-то хорошее И вот Эта вот Энергия Там витает И я пою Песню Не помню Что я пел В общем Я пою И подходит Ко мне Человек Вот прям Вот так Вот Я пою И он Подходит И вот На меня смотрит Видимо Выпивший Уже Ему хорошо Или может Он проиграл Или выиграл Скорее всего И он на меня Всю песню Смотрел Все и куплеты И припевы И я Пел Пел Я закончил Песню И он так Ко мне подошел Меня обнял И так Спасибо 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 Я говорю За что За песню За какую Крестный Отец Вот Вот такая Интересная История Вот здесь Вот такая Коллекция Черепашек Я вижу Здесь две Коллекции Оля коллекционирует Уже много лет Здесь вот И присланы Ее поклонницами Из Африки Черепашки Здесь и Индонезийские Черепашки Вон Японская Черепашка И лошади Да Вот здесь Даже дети Видите Они своими руками Сделали Они знают Что мама Коллекционирует Черепашки Сами Сами Смотрите Какая красота Ах Была Как Буратино Я когда-то Молода Мне кажется Вот для женщины Коллекционирование Черепашек Оно очень Характеризует Такую женщину Это безусловно Сильное Выносливое И главное Мудрое Создание Черепаха Так что Коллекционируйте Черепашек Друзья А вам как кажется Вообще Казахстанский зритель Вас Уже воспринимает Как казахстанского певца Или для него Вы все-таки Еще гость Из Таджикистана Приезжий Чужой Ну Я не знаю Может быть Для кого-то Я чужой Но смотрите Я здесь живу С 93-го года Все свои Самые лучшие Песни Я записал Здесь И отсюда Уже Пошло И в другие Страны В том числе И Россию И Таджикистан Мой родной Да Поэтому Я лично Себя ощущаю Здесь А Казахстан Это для меня Как второй дом Потому что Я Уже давно Проникся И традициями И культурой И музыку Музыку Хорошо знаю И мне нравятся Вот эти вот Разные направления Течения То есть я В этом ориентируюсь И здесь родились Самое важное Мои дети Они уже Ну как и я Впрочем Граждане Казахстана Правильное питание Стремление Любовь к спорту Желание Хорошо выглядеть Говорит Все равно о том Что Вы боитесь старости Вы от нее бежите Нет Это говорит о том Что я хочу Гладко Войти в старость Понимаете Потому что я вижу У меня есть Много Примеров Для этого Когда люди Становятся старые И Они не могут Сами о себе Позаботиться Им тяжело У них болят спины У них Не знаю что Они падают Они не могут ходить Он не только Выглядит Моложе своих лет Но и чувствует Сегодняшние реалии То что модно Интересно Востребовано Певец активный Пользователь Всемирной паутины По его признаниям Все странички В социальных сетях Он ведет лично Не доверяя их никому А главное Он уверен Что его последнее слово На казахстанской эстраде Еще не сказано Не спето Он готов дерзать Снова завоевывать слушателя А это качество Присущее Поистине Молодым душой Сейчас сколько лет? Мне? Под 50 Зачем вы мой секрет? Я его хранил Столько лет А вы взяли его Раз и все Он родился в Таджикистане Жил в России И обретя вторую родину Казахстан Понял Что не место Красит человека Сегодня этот космополит Счастливо живет в Алматы Городе Ставшим для него Чем-то вроде Рая и Чистилища Одновременно Пережив Творческий взлет И кризис Счастье, любви И боль, одиночество Он с несгибаемой Уверенностью Смотрит вперед Потому что сильный Не тот, кто не падает А тот, кто упав Поднимается вновь Выше и выше Словно алматинские горы Высота которых Всегда манит людей Талантливых И незаурядных Вот такая история Моя, моя, моя История любви Моя, моя, моя История победы Что значит слово «Я» Отдай ей снова мы Вся наша жизнь Вопросы и ответы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин